всем привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут катя если здесь впервые я сниму разный сорт видео не только обзоры на палетки разные бренды и влоги сифора asos шин и т.д. поэтому если у вас интересует такого рода контент beauty lifestyle fashion пожалуйста не забудьте подписаться оценить это видео и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать мои загрузки закажет 3 до 7 раз в неделю привет привет друзья еще раз сегодня у нас видео которого не было уже миллион лет все лицо один бренд и какой какой мой любимый fenty beauty от рианы у меня уже есть одно такое видео все лицо один бренд только бренд этот был никс и то видео было больше часа друзья сегодня я уверена мы уложимся гораздо быстрее но тем не менее у нас действительно все лицо что-то мы уже с вами пробовали в наших сифоровских видео но что-то совершенно новое для меня еще не даже не распакованная поэтому я вам буду давать знать что для меня конкретно является новинкой начинаем мы конечно же с праймера вот этот праймер я никогда не пробовала сейчас мы будем с вами его открывать и смотреть называется он софт мак то есть он матирующий должен быть отлично вот так вот выглядит упаковка очень-очень симпатично у нее таки спокойные цвета приглушенная бежевая да и очень мне нравится такая стильная упаковка здесь 15 миллилитров сейчас мы памп и мы начинаем его так вот значит один памп сделали по моему ничем он не пахнет вот такая вот у него консистенция довольно таки в принципе такая же практически как вот вчера видео про сифору я снимала и там был у нас праймер от тарт и примерно такая же консистенция у этого кстати у меня со вчерашнего видео еще остались вот от той помните печать татушка вот смотрите второй день все еще она присутствует так праймер я обычно ношу буквально на все лицо так кошечку мою слышите это она мне кажется возмущена что пора уже ужинать а тарелки пусты но мы решили что я сначала сниму видео потому что как только они покушают они начинают носиться в туалет ходить и мешают нам с вами записывать материал поэтому поэтому ей придется немножечко подождать так идем дальше значит смотрите дальше у нас идет фондейшн который мы недавно с вами пробовали в видео про боксичарм да мне боксичарм она приходила это фундейшн один раз мы с вами пробовали у меня в оттенке 110 и в том видео первое впечатление мне она принципе понравился но немножечко по цвету слишком светлая но у нас здесь есть еще и бронзером мы используем поэтому ничего страшно вот так вот выглядит цвет тоже также памп и вот давайте сделаем для начала одну сделаем один памп посмотрим как пойдет так нашу вот сюда 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 я думаю одного пампа более чем достаточно жидкая очень-то как тональная основа так смотрите тональная основа распределена я вижу и вы видите что она прям такая действительно очень-очень светлая но я всегда говорю что лучше пусть будет лучше чуть светлее чем темнее потому что когда тональная основа темно тут же мало что поможет помочь но если только консилер да нафигачить везде а когда она настолько светлая то можно исправить это нанеся бронзер немножечко да где в те места где нужно и так далее то есть это не так страшно но это я знала что немножко цвет конечно светлого проблема в другом сегодня вот интересно что хорошо что мы попробовали его второй раз и тональную основу первый раз я не помню пробовали мы с каким и праймером и пробовали смотрите вот сегодня праймер матовый и я вижу что у меня она немножечко вот на на носике она немножечко как бы как будто бы выглядит суховато потому что и праймер матовый тональная основа матовая поэтому друзья когда речь идет о праймерах если тональная основа матовая то лучше использовать увлажняющий праймер например вот как у меня вчера тарт был да а если а тональная основа сияющая то наоборот возможно лучше использовать праймер матовый вот ну это как бы такое отступление мне в принципе эта тональная основа нравится но не с этим праймером как бы с этим праймером выглядит немножечко что называется кейки то есть это как бы видно что немножко суховато так ну вот это очень интересно отлично выводы выводы сделали выводы сделали мне кстати написали что слышали что вот этот конкретно тональная основа про фильтр она окисляется я не заметила такого возможно это зависит от цвета то есть чем темнее цвет тем больше он окисляется вот вы видите прекрасно что как вот мы вот нанесли вода он очень светлый он такой как бы и остается так ладно идем дальше короче говоря сейчас мы будем делать вот у меня такой наборчик вы знаете что я обожаю вот эти у нее наборчики здесь три цвета здесь вообще вот это вот можно стик использовать в качестве тональной основы тоже классно вот это контурирование и это хайлайтер но сегодня мы возьмем только так сейчас секундочку только контурную вот эту штучку в цвете эмбер цвете эмбер друзья они их и отдельно продают и вот в таких наборах короче этот цвет идеально подходит для людей с со светлой кожи такой как у меня для контурирования вот смотрите он холодный такой цвет сейчас мы его нанесем и просто я предпочитаю такие продукты просто пальчиками распределять они очень очень легко распределяется и классно тушуются так ну что по моему хорошо получается уже появился у нас кое-какой контур да вот мы видим и немножечко мы затемнили этот цвет фаундейшена отлично я просто у них реально обожаю вот эти вот у них стики да у них и и хайлайтер и румяна и бронзеры контуры и вот фаундейшен все есть вот в этих стиках и я просто ну я купила даже в прок их чтобы не дай бог они их выведут из продажи чтобы они у меня были настолько они легки в использовании и вообще крутые рекомендую вам присмотреться так значит смотрите следующий пункт у нас идет бронзер я в качестве бронзера использую вот этот вот опять же стик в цвете в рам в цвете ром он на самом деле не матовый он сияющий но совершенно замечательно он подошел мы уже с вами его в одном сифорских виде использовали вот видите сейчас мы его дополнительно нанесем чтобы еще больше немножечко еще больше цвет улучшить лица и немножечко добавить теплоты какой-то да так я знаю что у вас на российских на российской сифоре все эти продукты есть так что доступ у вас совершенно точно ко всем этим продуктам имеется и я даже сегодня заходила смотрела какие там продукты продаются чтобы как бы именно вот эти продукты использовать я кстати говоря насчет теней я так и не стала покупать у нее вот эти маленькие тени да которые вот эти у нее по 6 да по-моему там мини такие палетки потому что во первых не истории цветовые как-то не заинтересовали совершенно во вторых у них рейтинг очень плохое то есть у них рейтинг там буквально три звезды с небольшим насколько я помню а это недостаточно хорошо для того чтобы покупать палетку поэтому кстати друзья вы уже проголосовали за палетку за бренд который мы дальше будем тестировать заходите на мой канал на ютюбе в в эту вкладочку комьюнити и проголосуйте а потому что у нас сейчас там пока непонятно примерно одинаково голоса разделились так что каждый голос важен так супер мне очень нравится как все это выглядит я не сомневалась что будет хорошо так что у нас дальше дальше у нас идет получается хайлайтер да нет подождите давайте румяна сначала нанесем опять же в стике в цвете ридик тоже классный продукт вот так вот он ярко выглядит но на самом деле не бойтесь он точно также прекрасно растушевывается так вот так вот мы добавили немножечко цвета очень-очень красиво естественно смотрится я люблю так на носик добавлять тоже как будто у нас носик загорел очень-очень так миленько смотрится и очень-очень сверстя придает сильно так дальше так дальше в этот раз у нас еще мы прямо пролетаем сквозь продукты супер вообще дальше у нас под хайлайтер их и знаменитейшие хайлайтер и киловатт в цвете металл мун металлическая луна этот мы пробовали с вами хайлайтер сифорское видео и он очень-очень круто у нее совершенно шикарная формула хайлайтеров вообще просто бомбически вот так вот выглядит он выглядит белым абсолютно белым дала смотрите но дело в том что я сейчас вам с мощного он выглядит абсолютно по-другому на свотче и на лице то есть смотрите он выглядит теплым на свотче то есть он как бы совершенно как бы такой немножечко такой не то что обман да как бы вы видите одно получаете другое но он намного более носибельный получается нежели вот выглядит так как в упаковке я приготовил чистую кисточку от бренда пиор и давайте нанесем хайлайтер а ну что отлично шикарно это не самая лучшая кисточка если честно для нанесения этого хайлайтера она слишком такая как пушистая поэтому у нас получился сегодня такой натуральный вариант если я взяла бы кисточку по набитие да то хайлайтер был бы более намного более ярко выражен но это не важно я знаю что эти хайлайтеры шикарные и если вы не хотите такой boom in your face да как бы хайлайтер который видно из космоса то просто используйте кисточку который немножечко менее 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 плотная вот так хорошо отлично идем дальше что он получается у нас уже с лицом то мы и закончили да так дальше у нас нет смотрите как закончили у нас брови еще на лице имеются так из бровей у нас вот такой вот продукт называется brow mvp тоже по моему он приходил мне в в боксе charme это в цвете medium brown и мы с вами вот тогда попробовали он нам дико понравился смотрите значит с этой стороны карандашик вот такой а с этой стороны вот такая прикольная щеточка как будто зубная вот и и вы сначала значит наносите карандашик потом причёсывайте бровки и получается вообще просто бомба сейчас я этот карандашик нанесу это не интересно и продолжим вот такие у нас получились интенсивные брови шикарный совершенно продукт очень вам сильно его рекомендую brow pencils от Fenty Beauty так значит следующий продукт который новый я вырос ни разу еще не пользовала это eye primer то есть это праймер для век в цвете инвизи пинг инвизи пинг так смотрим как это выглядит вот так очень много продуктов мне кажется смотрите как классно интересно какой у него аппликатор ага аппликатор такой вот как блеск для губ давайте попробуем нанести я надеюсь он перекроет нам кое-какие недостатки венки и так далее я люблю такие праймеры которые немножко цвет предоставляют так сейчас я его растушую пишите пишите любите ли вы Fenty Beauty так как люблю Fenty Beauty я покупали ли вы что-то у них или может быть планируете может быть вам не по вкусу их продукты тоже напишите так ну а цвета он особо никакого не дает к сожалению да но он такой вот как бы немножечко такой липкий да такой праймер кстати классно если допустим вы просто шиммерную тенечку решили нанести то есть сделать то тогда вообще супер так идем дальше значит смотрите будем сегодня использовать Moroccan Spice Fenty Beauty палетку у меня это единственная палетка от Fenty Beauty так как я вам сказала что маленькие меня не интересуют эти палетки с плохим рейтингом а эту палетку я обожаю у меня есть полный обзор на нее даже отдельным видео и эта палетка я знаю я проверяла сегодня на сифоре российской она продается вот такая вот красота совершенно точно мне она нравится эта палетка сейчас я кстати у нас еще две кисточки я с вами попробовать вот две кисточки от Fenty Beauty вот такие сейчас мы их откроем одна у меня в номере 230 а вторая в номере 200 так что откроем и воспользуемся как раз вот этими кисточками чтобы ооо они еще в отдельных этих идут в отдельных сливах классный конечно дизайн такой матовый такой приятный вот так вот выглядит первая кисточка и сейчас мы распечатаем вторую так открыла вторую вот точно так же она идет с этим наконечником вот так вот симпатично выглядит по ощущениям очень-очень хорошо все все дела отлично так сейчас я вам буду как всегда показывать что буду наносить и потом уже дальше дальше продолжим так и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, все, образ завершен Почти, почти Еще не до конца В общем, друзья, смотрите, что получилось Сейчас я еще тушь нанесу Но вот так вот предварительный результат Мне так нравится, я каждый раз забываю Насколько эта палетка хороша Пока вы еще можете ее купить, друзья Покупайте, потому что у нас уже Она уже давно не продается Она пошла у нас когда-то давно еще на распродажу И все, как бы ее распродали Ее и на Fenty сайте нет нигде То есть ее сложно найти А на сих пор ее русская Она есть, поэтому не знаю Сколько они ее еще будут продавать Но в общем, классная, конечно, палетка Мне очень нравится сочетание Такого синего и золотого Просто восторг Это такой жук-скоробей Жук-скоробей, вот Короче, отлично Теперь нам осталось нанести тушь Кстати, кисточки замечательные А, насчет праймера хотела сказать Праймер прям такой, знаете Он сильно цепляется к тенюшкам Вернее, к тенюшке цепляется к нему Поэтому с ним надо быть аккуратным Далеко не самый мой любимый праймер То есть вот я сегодня первый раз попробовала И немножко тяжеловато мне было растушевывать матовые тени Потому что он прям липкий-липкий такой Поэтому имейте в виду Так, значит, смотрите У нас осталась тушь Вот эта Она называется Full Frontal То есть она для объема, для длины И для подкручивания Вот так вот выглядит упаковка Сейчас я быстренько тушь нанесу И потом еще срезся для губ Все, тушь нанесена Тушь мне это нравится, друзья Вот смотрите, как это выглядит вблизи Да, она у нас и действительно дает и объем, и длину Вот, поэтому эта тушь, эта тушь за счет однозначно Короче, у нас вот прям, я специально такое сделала образ Чтобы глаза сочетались немножечко с нашим веселеньким больбером Эдакие, я не знаю, космические 80-е Так, остался всего один продукт попробовать У меня еще, вообще-то, есть вот такая вот кисточка от Fenty Но ее, в принципе, сегодня нам некуда было применить Но она вообще-то для тревела как бы удобна Она, то есть ее с собой брать можно Она как бы закрывается, да Знаете, вот кисточку наверняка Очень популярная кисточка Вот, то есть я ее специально купила Чтобы как бы с собой, например, можно было брать Вот так вот вы ее, оп И на ходу можно ею воспользоваться Точно так же она закрывается В общем, она такая, кисточка, это удобно Чтобы вот эти всякие растушевывать контуринг Но я это делаю пальчиками, в принципе Но на ходу вот это может пригодиться вполне Так, короче, друзья Стас нам попробовать помаду Mademoiselle в цвете Thick Очень красивый, нюдовый такой цвет Это матовая у нее помада Мы уже много с вами пробовали их Мне все они очень нравятся Вот так вот выглядит красивый цвет С эмблемой FB Fenty Beauty Они очень сильно пигментированные И комфортные на губах Они как бы не сильно сушат Вот, и остаются надолго Сейчас я нанесу Да, шикарный совершенно цвет Сейчас я нанесу и увидимся Вот так вот выглядит цвет Под названием Thick Это такой потрясающий совершенно красоты Нюдовый цвет У нас, кстати, все сейчас вот эти помады Их на Сифоре На канадской Сифоре Они там по 9,50 канадских долларов стоят То есть это больше, чем 50% на нескидка Они большинстве своем они уже распроданы Но есть там несколько интересных еще цветов Доступных Поэтому если вы живете в Канаде Пожалуйста, зацените эти помады Итак, вот у нас получилось все лицо Fenty Beauty По-моему, мы выглядим замечательно На мой такой субъективный взгляд Короче, быстренько Быстренько-быстренько вам скажу свои мысли Праймер, праймер матовый, хороший Но его надо использовать с другим фундейшном То есть с другой тональной основой С тональной основой, которая придает сияние лицу Сияющий, никак не с матовой Если у вас сухая кожа и вы матовый праймер Нанесете матовую тональную основу То это не идеально Вот у меня носик выглядит вблизи Так, как будто он шелушится Поэтому понимаете, да? Дальше, тональная основа хорошая То же самое про нее Ее надо использовать, так как она матовая С увлажняющим праймером И тогда будет кайфово На мне она не окисляется Но я, по крайней мере, этого не вижу Так, дальше Кисточки, супер кисточки, очень хорошие У них такой дизайн приятный Но они очень дорого стоят, друзья Это не стоит того То есть много других кисточек Точно таких же хороших И по гораздо меньше цене Поэтому на кисточки денежки я вам не советую тратить Вот эта палетка, друзья Палетка, успевайте ее купить Потому что, мне кажется, она скоро уйдет из продажи Вот, просто замечательная Так, дальше Помада, естественно, зачет У меня много цветов Из этой серии И я все их обожаю Супер пигментированные Супер красивые Да, и тем более сейчас они по такой адской распродаже Что просто надо бежать, хватать их Дальше Хайлайтеры замечательные Одна из моих самых любимых формул У нее вот эти вот У меня еще есть в других цветах Я вам их тоже сильно рекомендую Они тоже, по-моему, сейчас на распродаже Дальше Праймер для век Вот это, конечно, вообще Праймер для век Он меня немножечко удивил тем Насколько он сильно Как сказать-то Стикый Как это вы скажете Он липкий, липкий, липкий И поэтому, друзья Я не знаю Я буду его еще, безусловно, пробовать Но я бы его стала использовать скорее И если я хочу, например Такой сделать образ Из одной, например, тенюшки Шиммерной Или, например, глиттерной какой-нибудь Да, или там Ну просто как бы какой-нибудь пигмент, например Нанести сияющий Вот тогда этот праймер Он в качестве может использовать Два в одном Праймер и как Glitter Glue То есть это как бы Клей для вот этих всяких блесток Вот А для матового образа Что-то я как-то не поняла Прям сидела долго Вот это растушевывала Чтобы матовая тень не пятнила Так что имейте в виду Так, дальше Дальше, значит Как ее? Тушь Тушь хорошая Тушь хорошая Как бы Да, мне понравилось Ну Много Когда дело касается Вот этих всех Туши Вот этих То есть Вы можете гораздо дешевле купить И будет такой же эффект В той же там Как сказать У нас здесь Это просто все В аптеке продается А у вас Это продается Какой-нибудь там Я не знаю Практической магии Да, у нас Я знаю На Урале Есть практическая магия В каком-нибудь Обычном магазине Экономичную тушь Типа томат Эссенс И будет такой же эффект Поэтому Хоть мне эта тушь нравится Но Дорогие туши Они Такие Того не стоят Как правило Вот Дальше Это что у нас А Это вот эти вот У нее стики Это румяна Да, конкретно Мне Я большая поклонница Этих стиков И сейчас они тоже По-моему На сейле На распродаже Поэтому Это я вам точно рекомендую Точно так же Как вот эти вот Наборчики Из трех стиков Это вообще Просто Выгода Очень сильная Так Дальше Что еще Мы использовали Еще один стик В цвете Рам В цвете Ром Я его использую Как бронзер Замечательно И О, вот это Мне очень нравится Вот это вот Для бровей Карандашик Сегодня у меня такие Прям получились Они драматичные Такие темные Но Это уникальная Такая вот эта Сеточка Это прикольно Мне понравилось В принципе Это я тоже Вам рекомендую Короче Вроде бы все Ничего не забыла Большое спасибо Вам за просмотр Подписывайтесь Будем еще таки Видео снимать Когда у меня Накопится еще Какого-нибудь бренда Одного целое лицо Это по-моему Классно Классная такая История Вот А пока Будем прощаться Друзья Увидимся В ближайшем будущем Буду ждать вас В комментариях Пишите Что вы думаете И желаю вам Только хорошего настроения Всего-всего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok